Колосино, Колосино, послание, петь и глагол. Это я? Да, Колосино. Я пойду уливать, это я тут не нужна. Стою небесный, утешитель души истинный, И живет вестный, и вся исполняет Сокровища благих и жизнеподателев Приди селисяны, и очисти меня всякие скверны, И спаси блажьих души наших. Отец наш небесный, молим тебя именем Господа нашего Иисуса Христа Благословить это наше собрание, занятие по Слову Твоему Святому. Даруй, Господи, нам, услышав слова Твои, Принять их, сохранить в сердце своем, Как все любящие Тебя хранили все слова Твои, Все образы Твои, все чувства Твои в сердце Своем И передали нам. Даруй, Господи, чтобы еще многие люди узнали о том, Каков Ты благой, каков Ты добрый, наш Господь Иегова. Слава Тебе за все, Отец и мой Святой Дух. Аминь. Иегова, это на каком языке? Володя, дай. Иегова, это на каком языке? На греческом, Володя, Павч. На греческом? Да. Давай, подай. Переводится на русский сущий. Сущий. Первый же, да? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 15 глава, с 33 по 39 стихи. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возобил Иисус громким голосом. Эллои, Эллои, лама, совахвани. Что значит, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Некоторые, стоявши тут, услышав, говорили, вот, Илью зовет. А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря, постойте, посмотрим, придет ли Илья снять него. И Иисус же, возгласив громко, испустил Дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху до Лизы. Сотник, стоявший напротив его, увидел, что он, так возгласив и спустил Дух, сказал, «Истинно человек сей был Сын Божий». Толкование. Тьма была не в одном месте, но по всей земле. Если бы тогда было время ущерба Луны, то еще мог бы кто-нибудь говорить, что это было естественное затмение. Но теперь был 14-й день месяца, когда естественное затмение невозможно. Пророческое изречение Господь произносил по-еврейски, показывая, что Он до последнего дыхания чтит еврейское. «Для чего ты меня оставил», говорит Он, от лица человеческого естества, как бы так. «По что ты, Боже, оставил меня, человека, чтобы я имел нужду в распятии за меня Бога? «Ибо оставлены были мы люди, а Он никогда не был оставляем Отцом». Иоанна 6, 32. «Ибо прежде души всех содержались в аде, пока не пришел проповедовавший плененным отпущение». Завета разодралась в знамении того, что благодать Духа отступила от храма, что святое святых сделается видимым и доступным для всех, как это и сбылось, когда вошли римляне, и что самый храм сетует. «Как обыкновенно иудеи поступали в несчастье и раздирали одежды свои, так и храм, как бы одушевленный, показал, тоже во время страданий Творца, раздрав одежду свою». Но этим означается и другое место. Плоть наша есть завеса нашего храма, то есть ума. «Итак, сила, которую плоть имела над Духом, разодрана страданиями Христовыми сверху донизу, то есть от Адама до последнего человека. Ибо и Адам осветился страданиями Христовыми, и плоть его уже не подлежит проклятию и тлению. Напротив, все мы почтены нетлением». Вопросы? «Тьма, оно как наказание здесь идет. Первое такое наказание мы видим. Тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Начало создания вообще всего человека, для человека всего что. Уже тьма, тьма это есть нехорошо. И Господь приходит, дает свет, свет разгоняет мазак, тьму. А потом мы видим, когда Моисей пришел к фараону, и одно из последних было наказание, это была тьма египетская называется. То есть в Египте была такая тьма, и там написано «Осизаемая тьма» была. То есть как понять «Осизаемая», ну, видать, в людей пробирался такой ужас, как вот описывают нам «Премудрость Соломонта». Там прям читаешь, и тебе к самому страшно. До такой степени Господь насылает на людей без нечестивцев этот ужас. Ну и вот я так понимаю, что и здесь тьма. И тут тоже Господь, естественно, Сына Божия распинают. И чтобы, говорится, им это медом не казалось, что они молодцы такие, наконец-то нашли преступника главного. Господь посылает просто «Осизаемо», для того, чтобы они и глазами, и обонянием, и всеми пятью своими чувствами человеческими восприняли, что они сделали. И наказание, мы видим, действовало до 1948 года. Евреи были рассеяны. И сейчас-то еще полностью не собрались. Но тогда Господь показал, что вы сделали, какое вы совершили преступление. Пойду еще искать. Если раньше, 72 года всего, они были в вавилонском плену, вавилонянах, их храм был разрушен, и евреев там осталось, несколько тысяч, несколько сотен человек на всю Палестину. То есть все были вывезены в рабство. И потом Ездра уже, Нееме, Зарававель, собирали этот еврейский народ, собирали, собирали, и собрали, там перечисляется всего-навсего, там 40 тысяч людей всего. А были миллион, большим. Выходили-то из Египта, считается, 6 миллионов людей, из Египта евреев. И тут осталось после этого совсем малая толика людей. Посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, не считаются. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15. А там еще кто-то? Я как раз про это хотел сказать. Мы сели заниматься. Почему никто никогда не ищет? Вот у нас собрание идет, там другое собрание. Если собрание тебе не надо, тогда первая строчка исчезает. И последняя. Если имеем общение друг с другом. Я кого-то послал, Виктор Андреевич, ну иди, скажи там, никаких. Это сидит здесь. Жена сидит, мужья там, и он все время ее выманывает. Понимаете, вот это все кончится. Вы не знаете, что такое плакать кровавыми слезами? Никогда не видели? Иконы, посмотрите. Люди не умеют плакать. Кровь течет из глаз. Кровоточивые, там, мироточивые. Начинается, кого-то из наших нету, ни один не фашевелится. Я обвинения просто людям хочу показать. Вы, не сих, хотя я тебя толкну. Я пошел, это все время, разные дела находят. Я вот сразу, так, иди, слушай, тебе это надо. Ты никакой. Пришел, он начинает дорогу, бун-бун-бун, то есть он все время, так, сейчас я зашел туда, еще двоих нашел. Почему вы ничего не ищете? А вот поэтому ты против. А теперь давайте разберем, что там было. Маленькое воображение, раскрутите. Слово Божие живо и действенное. Евреям 4,12. Что означает живо? Значит, оно всегда. Про Ленина говорили, живее всех живых этот труп. То есть все мертвецы, а этот мертвец только один, еще что-то. Самый мертвецкий. Отравляет, продолжаю. Здесь живее всех живых. Слово Божие. Написано 2000 лет назад. Давайте на это посмотрим. Христос умирает и сказал, совершилось. Кто это слышал? Марка там не было, Марк пишет. Откуда он взял это? Будучи ближимым духом святым. Он там не был. Но придом это не молодая гвардия. Меня всегда трогал. Пишет Фадеев, Александр Александрович, а Олег уже последняя ночь. Утром их повешают. И он о чем думал, автор Фадеев пишет. И Олег сидел, вспоминал, говорил. Нету человека нету. Немцы его на утро уже уничтожили. Я тогда в школе учился, я понимал брехуны. Это слово, которое осталось от Козлова. А земля плоская. Без сатаны эти слова нельзя произносить. Если она круглая, написано земля, земной шар, третья езда 11.32, на всем земном шаре. По всему кругу земли. Но сверху смотреть на шар, это круг. А Сергей, Козлов прямо сказал, это от сатаны. Понимаете? Он знал фразы, которые можно повторять эпиграфом к трудам своим сделать. Здесь мы считаем. Абсолютно точно. Но Марка не было. Значит, кто-то сказал ему. Кто? Господь. Он пишет. А его там не было. Господь сказал. Он убежал раздетый, когда взяли юношу, одного схватили там. Марка, это он, говорит, был. Вопрос. Откуда знает? А Господь говорит, и Дух Святой, придя, научит. Я просто задам вам просто вопрос. Сегодня у нас 15 марта. Сейчас запишите, что 15 февраля делали? Да кто же знает это? Вчера, а что делали-то, не помню. Чекисты бы выбили из вас. Я дневник иногда забуду, один день написать. Вот сижу, и ничего не могу припомнить. А когда просто каждый день, это означает, Дух Святой придет и научит. Так вот, посмотрим, как Дух Святой учит. А если бы запретили, он, говорит, запретил, вы, говорит, препятствуйте говорить, дополняй веру отцов своих. То есть там уже грехов не проворот, а вы еще мешаете говорить. Я к разговору сегодняшнему возвращаюсь. А вот если бы там кто-то был и тут же записывал, ремляне бы сказали, не записывай, мы даже вообразить не можем. Христос на горле в пробке говорит, блаженный нищий духом. В каком порядке? Считай, блаженный нищий духом. Ведь не досчитаешь до конца. Начнешь спотыкаться. А он писал это, первое Евангелие, которое писал-то, через пять лет. Через пять лет. А Лука пишет через семь лет. Через пятнадцать лет. Марк через семь лет. Пятнадцать лет. И он пишет буква в букву. Как? Так вот, если бы у Христа там были в это время скорописцы, Натальи их называли, Ян Златоус говорит проповедь, сказал, не надо снимать. Я бы съемки не было. Не надо фотографировать. Фотографии не было. Но были глаза, были уши, были руки. И они сидели, скорописцы, и переписывали. К дверям только подходили и сразу платили, давай мне. Давай мне. Заработок огромный был. Сегодня точно так же. Я сейчас пришел и посмотрел все законы об одном. Вот это сейчас на мой дом. Если я его отдал под общественное, я не имею права теперь командовать, снимать или снимать. Это раз. А во-вторых, если бы не отдал, то в доме хозяин может запретить. Хозяин. Только и всего. И все связано с чем? Монетизация идет или нет. В музее снимать можно, но запрещается вспышку делать. Почему? Быстрая перемена света влияет на картины. Придумали. А впереди написано заплатите, чтобы все снимать. Если я заплатил, то вспышка моя уже не повредит. Да, не повредит. А вот рядом в музее. Слушайте внимательно. Вы бросились на то. Не надо. Я не хочу. Это безбожество. Это близко к сатанизму. Запретить. Если бы там были люди и снимали на камеру всю на горную провод. Она помешала бы сейчас посмотреть? А то Иисус сидит. Мне не надо в Иерусалим ездить, там камни целовать. Живой Иисус не было. Ну, а у людей. И аудио не было. Ну, хоть фотографии. И фотографии ни одной не было. Одна была, и ту затерли. Когда он взял полотенце, приложил, отобразилось. Не рукотворный образ. А это полотенце, Уврус называется. А я все думал, брус какой-то на дереве. Даже и то еще зашифровали. Так вот. Здесь написано. И это все для всех. Раньше был газон... Я сейчас пока был, там все прочитать. Раньше был запрет фотографировать на железной дороге. А теперь пишут. Надность в этом отпала. Потому что железной дороги не вошли в военный комплекс теперь. не забыл о дороге. Все, я на дороге заложил, на дороге меня не фотографируй. За это не хватайтесь. Мы прочитали 149-я статья, а не 330-я. 149-я статья. Может быть. Это 330-я говорит, на наказание кто-нибудь препятствует. Это другой разговор. Вот. Вот о чем речь. Если ты верующий, ты думай, где бы присланились, тут поют, и я туда голос вую. Проповедует, раздавит. Дай мне Евангелие, я пойду раздам. Ты думай, где вложить свой капитал. Нигде нету. С чем ты придешь, с голыми руками? Игнать Игнатьевич, там конкретно написано, у нас нету никаких законодательств общих для запрещения или разрешения фото и видеосъемок. Нету. Но написано так. Прямо написано. Внимание. И красным выделено. Некоторые родители сами от себя запрещают снимать своих детей. И здесь уже, если, допустим, кто-то снял их детей, не поможет никакой суд доказать невозможно, если только ты не докажешь, что злой умысел был, сфотографировать их. А если просто попал туда ребенок, бесполезно подавать. Это никакой не военный объект, ничего. Там написано военные объекты и перечень всяких институтов. Еще там перечисляется. Финансовые учреждения. Финансовые Российской Федерации. То есть Сбербанк тоже не пойдешь снимать. Потом дальше. Госплан. Госплан. Тоже нельзя. То есть документы пойдут не о здании? Нет, нет. Внутри заходя. Внутри. Внутри они. Да, может там что-то фотографируют. Нет, ну понятно. Там написано, что именно секреты государственные. Да, секреты государственные. А так-то здание, что? Ну конечно. Верующих к этому присланились законы какие. Я сказал, когда у сестры было, племянник зашел, я говорю, зайди на кухню тогда. И он сразу сел. А я спрашиваю тогда у другого брата его. Ничего нету. По матери сводной. Я говорю, а что он так? А он со всеми так. Он один, говорит, никому. То есть выкобенивается, и нигде никого, ни друзей, ничего нету. Как можно так жить? А если на тебя нападают? Конечно, буду нападать. Если ты вышел на арену, ты знаешь, тебя подняли выше, тебе до подошвы видно, где грязь у тебя. Так всегда было. И вот теперь я отношу к этому. Если бы там человек фотографировал, запретил бы Христос? Нет. На каком основании ты сегодня это говоришь? Ты фотоаппарат не изобретал, интернет не изобретал. Вот рядом, вот музей. Прямо сразу на улице напечатано, и здесь. Фотографировать нельзя, пока не заплатишь. И попы сразу к себе перемену взяли. В храме нельзя фотографировать, прежде заплатив кассе. Речь идет об одном. Мамона себе окрутил шею. Вот подошел один там Акати какой-то к продавцу и говорит, а ты сейчас совсем не веришься? Нет. Я причащался сегодня. Да врешь же ты. Ты обвешиваешь людей. У тебя змей вокруг шеи душит тебя, и ты не видишь, а греша астма. Змея тебя душит. Он видит, змея у него висит на шее-то. Он там посмотрел, а он гирь подделал, там подрезал сколько-ли. Вот и все. Вот одинаковые, и даже быть гири все одинаковые. Суждения одинаковые. Говорю я к президенте или о тебе. Разницы нет. Честность. А здесь верующий. А я не хочу. Ну ты объясни, чем? Раз ты присутствуешь, ты листик на дереве Божьем. Златоуз говорит, листик. А я листик, чтобы скурежился, сожгло тебя? Нет. Ты наоборот, больше как-то привлеки внимание, что тебя сняли. Друзья, товарищи знают, по работе ты не верующий, а теперь знают, что верующий. К тебе кто-то обратится. Это дверь к познанию идет. Весь здесь сатана все и скурежил в голове. Вот я успел сейчас все посмотреть. Законов вообще нет. Ты можешь говорить. А дальше говорит, если взяли ребенка где-то и там опишируют, деньги, речь о деньгах идет. сплошь и рядом о деньгах. Это понятно тогда. Мой брат, отец таким был и с собой увез выставку, которую там Волобоев делал. Так они там ходят. Какие глаза, батюшка говорит, какие? Да вы разве не видите? Им понравилось. А можно мы это возьмем? Потому что, приберите. Но он когда приехал сюда, они сделали запрос. Кто фотографировал? Волобоев. Вы попросите у него справку, что он не против. Мы даже не слыхали. А почему у них это есть? Они там его пустили, а там за деньги, вот интервью, когда берут у кого, платят за это деньги. Деньги, при том очень большие деньги. Вот этот, который Путин-то принял, француз-то, кто? Депардер? Да. Он за каждые щуки сто тысяч просил. Да, ну да. Долларов. Поговорить. Как это так? Тут только думаешь, как бы кому дать, кому бы открыть. Почему? А другого нет. Он выпарился весь. Деньги на блудец пошли у людей, как правило. Все растращено, теперь дай деньги. Еще одна у нас автортистка есть, даже недавно она болела, думали смертельно, она выжила. Интерию взять нельзя, она трехинозначает ее, ну что будет платить? У меня не один раз говорили, понимаете, вот к вам приезжают люди, давайте сделаем, потеряем, потому что приходили, смотрели, я говорю, дом сумасшедших на Луговой. Куда идти? С ума сошли? За деньги потеряю. За то, что со мной говорят, а вот вы в интернете, сколько вы зарабатываете? Да, у нас идут деньги там, но я их глаза не видел. Почему? Мы слишком много места занимаем, нас они терпят за это. Надо, реально, они не обязаны меня там держать, а я занимаю места там много. Одно, это собрание, только сколько места там занимает, а речь идет о гигабайтах, только которые у меня сохранились сейчас, 100, ну, 100 с чем-то роликов, 64 гигабайта, уже в ужатом виде, и поэтому к этому отнесись живо и действенно, а раз живо и действенно, действенно по сегодняшним изобретениям. Так кто же все-таки, не по вчерашним. Как Лука-то написал, если он там не был? Духом Святым. Дух Святой положил на сердце. Мысли. Евангелист Иоанн писал на 30-й год. Мысли дал ему Господь. 30 лет прошло, Айян пишет, вначале сотворил, и дальше говорит, что вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. И пишет прямой речи. Откуда ему знать? А это 2800 почти лет проходит, пишет Моисей, вообще еще в Новозаветре, вначале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог двоеточие. Двоеточие, значит, косвенно прямая речь идет. А почему? Рукой, движимой Духом Святым. Он ручку опустил, а дальше Господь вадил. Мы можем понимать по-мусульмански. И как мы даже Бога благодарить за изобретателей. А как то есть такое? Слава Богу за все. За промыслительные встречи, за вспышки разума, изобретателей, за все, за все. И мы должны это знать. И мы все верующие. А ты меня не спросил. Абсолютно чужой элемент. Да разве может себе кто-то сказать? Тем более я показываю, что речь идет о тысячах людей, которые пришли. А ты пустой, у тебя ничего нету. Да ты хоть прилик к этому. Я буду рядом поют, я маленько подпою. Твой голос пошел туда. Вот так, мать, порассуждай. А ты заботишься о многом. А Мария избрала благую счастью. А телевидение знаете кто изобрел? Телевизор? Троша русский. Нет. Так от чего он изобретет? Телевидение? Нет, нет, нет. Игнатий Теременович. Само передачу видеоизображения изобрел в Америке итальянский парнишка в 15 лет. И потом он судился там, его хотели засудить, и он судился 30 лет. И все-таки ему поставили, что это он изобрел его. А потом там уже русские, которые... Но патента не было у него. Нет, был патент. А как же это? Все было. А еще в речи? У него был патент, но на 17 лет всего. А этот, который радио, и бил радио, ну тоже русский. Нет, не Маркони. Попов? Нет, в Америке же было. Нет, ну можно посмотреть. У него фамилия русский, типа, ну как польская фамилия, Скидарский какой-то такой. А у него был инженер русский, к которому этот парень-то пришел к нему, и говорит, вот у меня есть такое вот изобретение запатентованное. Давайте сделаем, ну вы деньги даете, и все. А тот увидал, у него ум был огромадный. И он посмотрел и понял, что с этого что-то может быть. И он у него перерисовал эту штуку, и нашему вот этому вот отдал, русскому, который приехал в эмиграцию. И тот начал делать. А этот парнишка, у него ум все равно был, он же изобретательный. Но речь о деньгах идет. Ну конечно все в деньги, в деньги убирается. Там был когда Титаник, и в Италии музыку сделали, играет. И нашелся тоже в Италии, это моя музыка была. Судился, чуть не полбека и высудил. Сколько фильма было, платить теперь за все. Там понятно, талант, музыку взяли. А тут мы свои, мы ничего не взяли. А я не хочу. Что за вопросы? Какая же это семья такая? Нет, вот другой-то человек, который за деньги, он как все понял. А здесь другим передать информацию, что-то непонятно. Другим передавай. Есть еще закон об информации, вот мы про него еще не говорим. То есть, закон об информации, четко было, могу брать, могу давать. Да. Прямо, право такое. Притом, любую информацию. Вот мы идем, сразу же, уголовный розыск, нас задержали в дороге. Мы запрещаем снимать. Я говорю, у вас закона нет такого. Вы вводите в заблуждение. 330-я статья об этом говорит. Вы стараетесь обманывать людей. Он сразу крылья опустил, идем. Ну вот мы открываем дверь милиции, здесь не разрешаете. Я говорю, здесь не разрешаете. Я сразу аппарат в карман. Все. И он знает, я говорю по закону, вводит в заблуждение. А там написано прям, прям желтое предупреждение написано. Предупреждение. И написано, граждане или полицейские, которые вам говорят, не совершать съемок, вводят вас в заблуждение. Вот считай, что написано? У нас на улице везде написано. Еще не ясно-то. В коридоре написано. Тебя что-то не снимают или что? А там и об этом написано. У нас везде, где камеры висят по улицам, это разрешенные съемки. Если ты в массовку попал, тебя где-то засняли, иди хоть куда судись, ты ничего не высудишь. Это государство, все уже, это надо снимать. Еще в архивах хранится. Все, ничего. У нас не просто съемка, написано для интернета. У нас на дверях везде стоит. Каждый заходит, сразу видит. Вопросов вообще нет. Вот я звоню, телефонную станцию. Так, предупреждаем, у нас идет все это, запись для улучшения нашей работы. То есть они потом вернутся, еще у меня не ладится с телевизором. Для улучшения нашей работы. Весь сказ. Пошли. А знаете, это откуда пошло, мне кажется? Извини. Я думаю, тоже не умолю, это дурь. Боже, ничего. Да. Дело все в том, что люди грешат там по домам. И помните, когда началось, что компьютеры, и у них там у всех глазки, и это все снимается. Даже более того, сказали, новые телевизоры, вот телевизор стоит, и он тебя снимает. И отсюда начало вот это вот прям развиваться. А теперь люди уже перебросили, конечно, когда их вот так снимают. Ну, а правильно, он дома, чем он там занимается? А мы видим, чем чат рулетки. Голые все ходят. Да они уже не стесняются, вообще прямо прямо. что выпало делают там, матерятся и так далее. Вот купят, курят, вот и все. А вышел такой чистенький, аккуратный, в галстучке. Вы знаете, почему? Главное, что если честно, это ничего не еще. А когда батюшка с Виктором Андреевичем ездили в Америке, там об объединении, что речь, да кто записывал, даже это все отнимали. Невероятно. Ходили между рядами молодые, не давали. Это все верующие. Да как, это что делать? И поэтому об объединении речи не было вообще. Признание акта о колоническом обобщении. А теперь уже под это подсохнуло. А вот патриарство встречался там с Франциском, там были в Гаване, ничего не печатали. Да потому что тайна. Поэтому не печатали, я должен, на лица не взяли. Взяли только охранников своих там дьяконов. Тут надо же понимать какая, почему. Им надо что-то сделать тайно. Остров Мелит. Что такое? Мальта. Мальта сегодня. И туда Горбачев плетал перед самым крушением. И ни одной строчки нигде не было. О чем они говорили? Масонский круг. Что мы, говорит, все уже знаем, как будем там против ракетной там разной. Советский Союз не пойдет, не выдержит это дело. Финансовые трудности сделать. Народ поднимется против Россию сметет. Вот так получилось. Не надо было Гитлера. Без единого выстрела в Советский Союз рухнул. То есть, кто-то получил большие награды за это. Такую державу. И все распузырили, растянули за годы, все ломают. Это полное сумасшедствие народа. Еще президент не знает, что в одну ночь миллиардерами не делаются. А у нас почти каждый год миллиардеры появляются. И все одной нации. Какой? И не надо играть здесь. А прямо сказать так. В общем-то, мне это все равно. Не русские. Я христианин. Мы дорогой ехали, Николай, мы беседовали. Тебе хватает свода? Это еще и хватает. Если бы не перестройка, потеряй, кубы не начали восстанавливать. Если бы не перестройка, детского лагеря с Данией Легистрировано было. Не перестройка, у меня бы ни одной книги не было. Не перестройка, не было миссионерского путешествия. Не перестройка, у нас телефонов бы не было ни у кого. Я все это пережила. Наличие телефона смертной казнью карается. А до железной заново прорываешь. А там ничего бы не было. Поэтому мне назад туда неохота возвращаться. Дальше я бы никогда не вышел. Вот еще немаловажно. Да колоксины бы не было. Что вы не сказали? Что там говорить? Поэтому я за то, чтобы был мир, но не снизу. Два человека бы не собрались. Это просто великая, страшная, безумная пришла банда. Евангелие от Марка, 15, 40, 40. Получение. Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова, меньшего, и Осии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему. И другие, многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. Мария, мать Иакова, меньшего и Иосии, то есть, Богородица, которая была для них матерью, так как она обручена была Иосифу, а Иаков и Иосия были дети Иосифа, то она называется матерью их, как мачеха, подобно, как называлась и женою Иосифа в образе невесты. Ты веришь, что там написано на толкование? Верю. Нет, не в сектант не верю. У Богородицы были еще дети. Да кто бы к ней прикоснулся, когда Христос родился. А вот написано, и заметьте, одно повреждение не приходит, оно везет за собой целую цепь. Они против Богородицы не так. Когда разобрались, Христос не второе лицо, троится. За этим целая цепь, заблуждение идет. Поэтому ни шага в сторону, нигде. У нас приняты законы, божественные. А когда государственные не совпадают, приоритеты даются божественные. А то, как будто бы не было. Почему? А я иду на это наказание. Если хорошая власть, она поймет, я это делаю по любви. Ивангелие от Марка 15, 42-47. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Римафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тела Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и призвав сотника, спросил, он давно ли умер. И узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифова, Иосиф Иван, посмотрели, где его полагали. Толкование. Блаженный Иосиф, еще служа закону, признал Христа Богом, почему и дерзнул бы на похвальный подвиг. Не стал он размышлять, вот я богат и могу потерять богатство, если буду просить тело того, кто осужден за присвоение себе царской власти и сделаюсь ненавистным у иудеев. Так ни о чем подобном не размышлял сам с собою, но оставив все, как менее важное, просил одного, предать погребению тело осужденного. Получив тело, Иосиф купил плащаницу, и, сняв тело, обвил ею частное, честно предавая погребение. Честное, простите. Честное. Да, честное, честно предав погребение. Да, о теле речь. Ибо он был и сам ученик Христов и знал, как почтить владыку. Он был благообразен, то есть человек почтенный, благочестивый, безукоризненный. Что касается дозвания советника, то это было некоторое достоинство или лучшее служение и должность гражданское, которую имеющие должны были заведовать делами судилища. И здесь часто подвергаясь опасностям от злоупотреблений, свойственных сему месту. Пусть слышат богатые и занимающиеся делами общественными, как достоинство советника нисколько не препятствовал добродетели Иосифа. Имя Иосиф значит приношение, а Аримофей возьми оное. Будем же и мы по примеру Иосифа всегда прилагать усердие к добродетели и взимать оное, то есть истинное благо. Досподобимся принять и тело Иисусова посредством причащения и положить оное в гробе иссеченном из камня, то есть в душе твердо памятующей и не забывающей Бога. Дал будет душа наша иссеченную из камня, то есть имеющая свое утверждение во Христе, который есть камень. да объем сие тело плащаницей, то есть примем его в чистое тело, ибо тело есть как бы плащаница души. Божественное тело должно принимать не только в чистую душу, но и в чистое тело. Должно же иметь обвить оное, то есть покрыть, а не раскрывать, его таинство должно быть покрыто сокровенно, а не раскрываемо. А почему считается, что смело вошел? При чем тут его имущество? Иосиф? Там написано как? Гарим Афейский Иосиф. Ну я знаю, почему это как подвиг какой-то, смелость? А в чем смелость? Его же осудили за домогание царской власти Христа. Ну а Иосиф вот еще нельзя было сказать. А он значит соучастник на как бы нет нигде участника еще нету просто похоронить только автора, который пишет он говорит это смелость набрался смелости не но если его за это могли притеснять а так он же был преступник если ученики прятались из-за опасения от иудеев не смогли вообще ко Кресту подойти то ничего себе тело взять и еще погрести его Иисуса Христа конечно иудеев гонение устроили однозначно это антипатриотизм когда это страшно было то сейчас выйдет 9 мая на парад и скажите вы все убийцы в очаге боли закидают палками камнями забьют это подвиг никто не идет так же и здесь а он пошел вот в этом то и подвиг то есть где-то за варау проголосовали дай нам варау позонационального героя патриота который там хотел свергнуть эту власть которая их угнетала пучист революционер был им такие нужны были когда коснулось Павла отправить и в первый говорит можно было бы его отпустить Павла но он потребовал суда Кесаря все суд закрытый и теперь ждет этапа и он 14-го года потерял практически это же какая была трудная это в то время операция и Павел пошел а почему нет мало еще просишь а вот это нельзя было говорить вот времена Ивана Грозного человека взяли уже прямо на дыбу он кричит слово и дело чего слово и дело сразу прекратили мучить и сразу царю он кричит слово и дело завтра приду я сам буду пытать узнаю в чем дело значит я знаю такое что против царя я имею сказать и который его останавливал тот головой отвечал за это слово и дело все теперь этапом только к царю так сказать я выхожу из всех этих ниже стоящих инстанций требую высшую вот есть ярмак и он сказал слово и дело а царь не поверил и его казнили он говорит они готовят нападение я там был при новом я слышал я понимаю этот турецкий язык от турецкий ну что царь Иван нам поверил не тебе они тогда его убили помнишь Степанов играют догнали его на дороге и сами убили это не простое слово это надо было себя обнаружить а это показало смелость и не участие в том чем обвиняли обвиняли а я не боюсь этого потому что и Христос не хотел быть здесь на земле царем и я его ченик у меня мыслях нет этого мне этой власти хватает видите как власть была а сегодня хоть и заорюсь тебя решили судить расстрелять только стрелили и все смешан как да я часть разбомбили я только пришел откуда пришел от врагов это мимо части прошел да тут никого не было тут же расстреляли за что а ты чего кашляешь ну как я же ночевал на земле инвалидность ищешь симулянт расстрелять а как опять а то монету бросает говорит сидит который приговор приносит орешка долой и сегодня он рассказывает как в этих органах я работал этой копейки все узнавал и сегодня показывает может скажешь неправильно там составлено но так все и было при том апелляции никакой нельзя было пригороду на селе утром к обеду расстреляли а то так и Рыкова Бухарина Ежова всех одинаково расстреляли долго держали этого кто он был Тухачевского вместо перед Берией кто там был стоял а Егода нет Ежов до Егода там Ежов или кто-то Ежов нет нет у Сталина стоит какой-то Абакумов был Абакумов он пошел в дверях креститься до славы его Абакумов ты то ли верующий его прости его так по привычке вери нам смертную казнь а если я верну смертную казнь тебя первым возьмут если государство ну уже я готов умереть так и пойдет это в круге первого Солженицына верните нам мы обнаружили в духовной академии это место и в духовной академии есть заговор против Сталина а там боялись слово сказать жертва сатана требует жертвы власть была чисто сатанинская ничего человеческого не было сейчас пишут оказывается Федерин Средмундович Держинский себя чакнул и какая причина сегодня узнают все и нашли записки где он уже сзади не хотел жить почему сейчас эта молитва достигла палач они в твоем с братом когда были стреляли на пистолет и родную сестренку убили он и первый срыв был он считает что ни одна молитва не пропадает нигде все скрывали Есенина наоборот убили Маяковского тоже застрелили потому что он перестал писать стихи нужные а все это суда а наоборот там как Аллилуеву еще не скрыли что она самоубийством как-то это все выглядело она должна была еще принять монашество в католическом после этого кто Аллилуева конечно тоже видать убили скорее всего все скрыто скрыто все во мраке фамилия дается когда ни одного слова божественное это Аллилуева высшая хвала и родная дочь Сталина Аллилуева и по нему для каждого дня Аллилуеву пели вот эта фамилия необычная такая Аллилуева более божественной нельзя фамилия вот у нас Яковлев один есть какая фамилия божественная Лемя Якова Яковлев даже Яковлев главное все сокрыто все архивы гитлеровской Германии раскрыты наша победившая страна до 2050 года президент закрыл в Великой Второй мировой войне участие Советского Союза все документы закрыл до 50-го года ну в чем дело скажи тайна беззакония она не кончится она до 3000 на узаконии на селе написано тайна и главный главный руководитель секрет это блудница на семи холмах тайна и все тайна тайна а ничего нету тайну делают какое предприятие один вернулся с Америки говорит я привез книгу там купил а там все планы все что ты делаешь закрой ее я в Америке купил там открыто это все а здесь все еще делать тайну и кто сохраняет тайну деньги получает Надежда Васильевна вот рядом большая щасель стоит около вокзала там здание строя какое-то строя организация она вот что я работала их каждый раз допрашивают смотрят приезжает человек забирает документы а ничего нету она в туалете была все грамотные грамотные туалетной бумаги нету пальцев потирается и стенки мажет и она все время отмывала это рядом стройтрест и там какой-то был один такой ко мне сильно привязывался Надежды-то нету она знает прямо нет и вдруг обнаружили за ним и тогда арестовали и все я ты же знал какой ты а ко мне привязывался а Надежда Васильевна с помойным ведром выкинули вам нужны страдания верующим полной ложкой даем меня посадили не преступник а веру отобрали техничка называлась какая-то власть это не власть это антивласть и мы должны благодарить Бога что сегодня есть вот я беседую сколько а какое ваше отношение к Путину не знаю я говорю я жду когда у меня произойдут советники я пошел да неплохо было бы но никто нигде не протолкнет это дело дать бы им знать сказать в библиотеке стоят трехтомник мой у него я ему отослал на считанной чрезваместной представительства его на считанной библии а поехал бы поехал а ради такого дела да я тоже за Путин а что бы вы начали ну я просто сказал бы первый мой советом был бы все лежащие полицейские срубить до одного это первое и где кто не срубит найти хозяина и штрафовать за его счет сколько беды сколько переломанных машин вообще кошмар за пределами города ни одного огонька нету а днем у них пост и они сделали поста нету прыгай ты прыгай ты присад ты же не видишь как кинет машину ахнул переломил это первый закон а у патриарха первый бы закон закрыть все стройки рассчитаться с кредиторами никогда не берите нигде ни патеку ничего это смерть должник делается рабом взаимодавца пошли Марка 16 1.8 по прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы чтобы идти помазать его и весьма рано в первый день недели приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой кто отвалит нам камень от двери гроба и взглянув видят что камень отвален а он был весьма велик не войдя во гроб увидели юношу сидящего на правой стороне облеченного в белую одежду и ужаснулись он же говорит не ужасайтесь иисуса ищите назаренина распятого он воскрес его нет здесь вот место где он был положен но идите скажите ученикам его и Петру что он предваряет вас в Галилее там его увидите как он сказал вам и выйдя побежали от гроба и объял трепет и ужас и никому ничего не сказали потому что боялись толкование ничего великого и достойного божества иисуса не помышляют жены когда сидят при гробе и покупают мира с тем чтобы по аудейскому обычаю помазать тело дабы оно было благоухающим а не издавало неприятного запаха от тления и дабы силою мира иссушающую и поглощающую влагу тела сохранялось невредимо ибо субботами называли дни седмицы а единою день первый восстав идут как гробу и размышляют кто отвалит им камень но между тем как они размышляли осем ангел отвалил камень хотя жены не чувствовали того так и Матфей говорит что ангел отвалил камень после того как жены пришли но Марк умолчал об этом потому что Матфей уже сказал кем отвален был камень если же Матфей говорит что ангел сидел на камне а Марк что жены вошли во гроб увидели его сидящим внутри то Асим не должно смущаться они могли видеть ангела сидящего вне на камне как сказано в Матфея могли видеть опять же внутри гроба как у предившего их и вошедшего туда Петра определяет от учеников Петра простите отделяет от учеников скажите ученикам Петру или как верховного именуя его особо от тех по преимуществу или вот почему так как Петр отрекся то если бы жены сказали что им велено возвестить только ученикам он бы сказал я отрекся и следовательно уже не ученик его а потому Господь отверг меня и возгнушался мною поэтому ангел присовокупил и Петру дабы не смутился Петр той мыслью что будто он неудостоен и слова как отрекшийся и потому уже недостойный быть в числе учеников отрекшийся вот возьмите вопрос я не дочитал еще давайте немножко нет подожди вопрос ангел говорит что ищет живого среди мертвых это слово живо действенно что вы ищете сегодня ищут что гроб Господень там уже храм там и не поймешь там или не там что этот вопрос теперь не актуален что вы ищете зачем приехали сюда из Барнагула конечно актуально а дальше ну если мы верим это что ангел ты не одобрил что вы ищете ну если что у вас еще веры нет значит не одобрил вторая часть а дальше повеление идите по всему миру дальше повеление идите возвестите так зачем ехать когда следующие если ты в это веришь дальше идите а идти то лучше из Барнага чем Безусалима такие ясные слова это не думать вот сидят кто эти паломники будут слушать они не поедут 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 коронавирус не остановить я разговаривал не раз с теми кто там был они делаются совершенно не такими и там какая-то где-то арка это стол Христос был и там ямочка есть и архиерей протеерей ползет епископ туда по нагию толкает в ямочку крест зарядиться энергии да даже язычниками нельзя назвать на четвереньках добираются до этой ямочки я разговаривал с архиепископом где он до кухни и там где ангелы сидели и я сел и он вспомнил что у него задница не святая я говорю соскочил как обожженный а там ямка такая которую выцеловали вылезали я тогда благоговейно встал на колени и тоже поцеловал я какой грех то совершил я сел на тот камень это семя напоминает один убил когда я вытащил у него котомку ест и на труп сел ест а там сало эй брат пьянь сегодня нельзя а что на трупе сидит даже нет вот это точно так же распинаем Христа на камень сесть нельзя это он мне рассказывает сидим у него в епархии а там еще и строили живой связи вообще никакой с Богом нету и вот он что из тяжелого с мертвыми вот везде бы вывесили там они не пойдут на это а почему над гробницей особая уже много столетий из поколения в поколение арабская семья над гробницей этого лазаря где чтобы туда пойти только денежку тогда разрешил зайти посмотреть где лазарь лежал а то не проверил там и там вы знаете благодатный огонь как начинается что там делается там беснование ой 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 молодые юноша арабов друг друга заскакивает и свистят крещат въезжают без ноль иначе не загорится это всегда ритуал такой а христиане они нет не имеют никакого значения здоровые крепкие ребята на закорке залазят ноги ему на шею и тогда все крещат свистят они тогда ближе и еще непонятно а впереди идет турок и за ним и палка его так бьет раз шаг сделает опять шаг бум как будто призывают так смотрел я полностью до конца ужас какой-то так муравский пошкурил но он действительно загорается уже сто раз доказано ничего этого нет у любого есть телефон за Нида сними покажи это чудо что они не покажут нету ничего вот такая дырочка одна и он туда раз просунул тебе она все горит нет там никто не сидит у него у самого все есть на каждом шагу на Украине открылось изображение Божьей Матери на окне Владимир священник подошел посмотрел а какое время видно вечером вот с вечера так а потом ярко горит он посмотрел правда образ прямо видно что человек женщина он там посмотрел откуда а там стадион рядом эти прожекторы направлены где-то и там в ресвере отображаются на стекло он говорит а вот туда нету поставил лесницу и полез и взял покрывалом сверху закрыл это свет таки вообще не убили чудо у нас из рук вырывают а на Украине срез яблони и там тоже как что-то такое ну непонятное ну видно что ну как образ может а может и нет и тоже там поклонники как пошли со всех сторон чудо яблони а вы не нуждаетесь Златовц говорит научил я в чуде не нуждаюсь я поверил самому главному чуду Иисус воскрес все не даст иного знамения кроме знамения его на пророка понимаете это все по слову он говорит иди и благовестуй все и до нас никак не достучиться надо еще рубаху разорвать доказать что дошло до пупа отняли игрушку ты богоходишь а где Ваня с Енафой Енафа болеет болеет да у нее Гина остался дома конкретно а почему понятно воскресный день а почему остался а потом начинать почему так сложила жизнь неделю не был в церкви здраво или нет здесь ночью на корм нет а чтобы не убежал он на куриных ножках он бегает дяди Игоря как жили-то ничему не научились а он не пошел картошку копать не приехал а почему Енафа сказала что это засоплив это болезнь коронавирус картошку мы сдаем и все лукаво племя остались без матери отец такой не на ногах стоит как бы надо стараться я к господу возьми спиридон этот кисляков как он любил господа маленький был а это нет из-под палки все обороняются как-то и дальше жизнь пойдет совсем не так и женить бы не так и дети не так все будет не так почему а ты благословения не искал а мы здесь были сегодня такая радостная встреча с Богом сколько бесед было я каждый раз спрашиваю тебя кто сегодня спрашивал про Ина по праванию все а почему никто не спросил Игнать Игнатьич что спрашивать у них если отец в церковь едет один кто-то остается что не понять а зачем он остается когда она не охранять дом зачем у них же собака есть ну если бандит залезет он ее завешет она не нужна дома это одна что она сделает одна кто она-то охранится Инафа например да Инафа она у меня дома болеет тогда-то она оставалась в другой раз ну оставалась по очереди так как дверь-то закрыта она закрылась значит все разгонники знают уйдут или нет кто-то дом остался ну это выдумка все конечно что выдумка никто не знает живут на ошибке кто-то кто знает я сколько раз им говорил а что там вас у вас что там грабят или что нет не грабят а кто знает-то что вы ушли не ушли утром все спят в воскресенье не любовь к Богу прикрывает благовидные причины если бы вы любили Господа Бога вы бы друг друга за ноги тащили сюда ты пошел Ваня не отойду пусть он тебя побьет даже скажи для Бога стараюсь тяги никакой нету у них друг к другу тяги даже нету они до того дошло Инафа говорит меня Ваня ненавидит уже да кто-то разборовки устраивал почему он так сказал почему как ты сказала что он тебя ненавидит ты ненавидишь твою сестру да нет нет я ненавижу а когда ты последний раз о ней беспокоился не знаю не помню вообще не звонит ничего уехал в Павловск сидит там один куркулем никто ему не нужен ужасно а это ему не звонит почему так а я ему один раз позвонил один раз пять месяцев назад а он ответил что тебе надо и все она больше не звонит а эти еще молокососы им вообще никто не а вот этот фильм-то про крестился осталось на семь ребятишек я знаю на какое хозяйство коров там овечек поросят держат и все дети под присмотром она старшая даже училась в училище технику она бросила чтобы и всех поняла одна сколько уже людей за нее схватывались она говорит нет их понимать надо нету среди них четырех никого разумного нету ни одного никто я считаю не Фрося не она лежит целыми днями не скажут ей готовь она не приготовит уже так боится меня что мне позвонят я буду там и поэтому только говорит я дяде Игорю сейчас позвоню ну тогда уже раз пошла говорит уже готовить а так вот один с курганов интересуется постоянно беспокоит и вот у них пугало это я самый большой бабай дядя Иго бабай быстрее нет ну а что я сделаю так досчитывай до конца с ними разговоры разговаривать посылает же их в Галилею отводя их от смятения и великого страха со стороны иудеев тогда объял жен трепет и ужас то есть они поражены были видением ангела и страхом воскресения боялись они иудеев и одержимы были страхом от видения до того что как бы потеряли разум потому и ничего никому не сказали забыв все что слышали то нам сейчас считаю кажется смешно мы-то все верим а у них это до того что они разно пришел допустим так Нестор пришел домой Ваня сколько мы там слышали какие были беседы вот то-то и то-то ты думаешь так он придет и рассказывать будет первым делом в кастрюлю загляните он не будет заглядывать там ничего нет у них шарф он уже заранее знает нет там передала ему и нафа пирожков вот это съедят сюрпризов кастрюльки нету а сколько может добра было делать одна засущила рукава а не знает хозяйка за стол угостила свои родные кровинушки да еще придут а там еще и подарочек у них будет древний ну таскайся с ним тоже еще кошмар просто кошмар я думаю как бы я поступил у нас семья такая большая была но без отца без матери мы ни одного дня не жили и поэтому все было а вот если бы матери не было отца даже не знаю как бы мы себя повели евангелия не было сложно но вот эта тяга друг к другу была помню малину собираем на стол и по одной ягодке это бабушки а бабушка через дорогу живет это тядьки это мамки у нас не тядь а мама не говорю тядька мамка это вот тому 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 все ни одну ягодку никто не тронет это было а чтобы так готовить я даже не помню а где вы жили в Потеряевке в Потеряевке родину Потеряевка 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 человек интересуется где это все у вас происходило Потеряевка и мамки и район увидишь летом поверишь если Бог даст я с горного Алтая ты будешь радоваться ты будешь судочкой рыбу ловить еще плавать подводную плавать на плоту развели рыбу столько один раз вытащили за один заход полторы полтора центра я смотрю да вы что правда да вы что а караси караси вот такие вот от лепешки да вы что правда на другой раз поменьше только 120 килограмм а он видел по телевизору показывает и по телевизору видел и главное Роспотребнадзор хотел от нас за каждого карася 250 рублей приехала комиссия а пруды мы сами восстановили а у вас щелок не протекает нет обиды здесь нету вот он обиды нету там да обиды как ну пень его на карачках заплатили бульдозер привезли мы вырыли эту яму запрудили ее вода нашла рыбу запустили ваш еще здесь или еще распрудить что опять лужа была и таких прудов мы сделали 6 Игорь там рыбу развозил с одного пруда в другой вот это жара еще торопились и купаться есть где и снимали еще все это и рыба ни одна не сказала не снимайте меня я карась все нормально мы бравые переселяемся было пострадали за это стали Роспотребнадзор здесь бомбить буквально оттуда из интернета у вас там браконьер что-то другое они говорят уберите из интернета я говорю еще ради мои ролики я уберу они ничего не могли сделать и отступили от нас ужасы-то были нельзя сетями ловить это мой пруд я могу ловить кувшином ложкой черпать как угодно а так бы если бы при Сталине вы бы обязательно уже были английским шпионом канал прорывали до Англии но если бы река протекала большая через деревню то я не имею права так браконьерские потому что другие а тут все мое чтобы мульдозер привезти увезти 50 тысяч привезти отвезти следующий год 3 года 4 года приезжали я 200 тысяч отдал только за трактор а теперь его надо кормить поить указывать и он будет делать а весной вода придет все сорвет вот почему мы еще боимся вода пойдет верхом она идет по снегу и все разорвет все дороги приготовься Бог спасает помоги брат Господь поможет Володя дождь оттуда не сторона тоже не с вами не сторона а когда ехать то примерно апрель мы ехали только поездом когда может быть даже уже снег но только начинает таять а когда примерно то надо ехать в апреле скажем когда он туда уедет пораньше наверное на пасху а что там на машине не проехать нет не проехать грязь грязь о чем ты говоришь там едет Володя Василий Николаевич в Черепановом собаки на морге купят кто вагон не запустит а он пешком пойдет ему скажете когда он до этого времени выйдет он же партизан далеко 156 килограмм а ему это как для бешеной собаки маленький крючок за три дня может дойти да конечно любовь быстрее ну что все закончил так же нет еще все час две минуты прошло а ну почему марка 16 19-14 воскреснув воскреснув рано если вам надо идти да вы можете идти у нас полтора часа занятий воскреснув рано в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине из которой изгнал семь бесов она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим но они услышав что он жив и она видела его не поверили после сего явился в ином образе двум из них на дороге когда они шли в селение и те возвратившись возвестили прочим но и им не поверили наконец явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие что видевшим его воскресшего не поверили толкование в день воскресный так как этот день есть первый день субботы то есть седмицы который выше назван единую от суббот семь бесов противоположных семи духом добродетели как то дух без страдания небогобоязливости дух неразумия дух неведения дух лжи и прочие противоположные дарованиям святого духа отвечаем когда евангелист говорит что возвестили прочим то разумеет не одиннадцать апостолов но некоторых других этих и назвал он прочими так как одиннадцать видели его Христа в тот же день в который и возвратившиеся из села все что-то не так прочел да что за дух без страдания написано в скобочках небогобоязливости евангелие от марка 16 15 20 и сказал он идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет у веровавших же будут сопровождать с и знамения именем моим будут изгонять бесов будут говорить новыми языками будут брать змей и если что смертоножное выпьют не повредит им возложат руки на больных и они будут здоровы и так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссела десную бога а они пошли и проповедовали везде при господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями аминь аминь толкование не сказал проповедуйте только послушным но всей твари будут ли слушать или нет кто уверовал но не крестился а остается еще оглашенным тот не есть уже и спасен верующий говорит будут сопровождать знамения двоеточие изгнание изгнание бесов глаголание новыми языками взимание змей то есть истребление змей и чувственных и мысленных как в другом месте сказано наступайте на змей и на скорпионов очевидно мысленных лука 10-19 многие выпивая я силою крестного знамения сохранялись невредимыми везде сначала нашествие простите везде сначала наше действие а потом уже божие содействие даю да нашествие нашествие у меня сразу фашистый тюк ибо бог содействует нам тогда когда мы действуем и полагаем начало а когда мы не действуем он не содействует заметьте то что за словами следуют дела а слово утверждается делами как и у апостолов тогда слово утверждали последующие дела и знамения о если бы христе слове и наши слова которые мы говорим о добродетели утверждали с делами и поступками так чтобы мы совершенными представляли предстали тебе содействующему нам во всех делах и словах ибо тебе подобает слава и в словах и в делах наших аминь и вот на словах феофилакта проповедуйте будут ли слушать или нет Игнатий Тихонович дает небольшой комментарий но емкий и языкиля 2.7 и говорим слова мои будут они слушать или не будут ибо они упрямы благо проповеднику когда он при жизни видит плоды своей проповеди и как тяжело наблюдать когда сотни проповедей едва ли одна душа обращается к Богу и еще раз и как тяжело наблюдать когда на сотни проповедей едва ли одна душа обращается к Богу Иоанн Златонович утверждает что так как от человека не зависит благодать обращающая а награда будет за труд то в вечности тот о чьей проповеди никто не обратился получит награду больше а тот через чью проповедь кто-то обратился этот проповедник часть награды получил уже здесь на земле в виде той радости которую ему доставила рожденное чадо и тут же добавляет что пусть моя награда будет меньше на небесах ж hip покайтесь обратитесь ко Христу новые языки там пишут иностранные! это которые иные иностранные Узбекцы Казасск они conhe turbines они известные а неизвестные никто не понимал ни уйде и не язычник его а зачем такой дан был дал что никто не понимает нужно пять раз объяснял но вот ему ну вот смотри вот это вот евреи стыдят я не знаю с детства воспитывает что евреи еврей христос библия еврейская евреи небо а вы язычники еще ты лепишься то а теперь бог принял надо чтобы это доказательство у него на руках было и вдруг вот я бы я бы так рассказали дальше то его чтобы показал документы сказал меня тоже вот принял я еще не мог придумать а господь я домой даю ему незнакомый язык но начинать что-то говорить ни один не понимает а другому рядом сидящего я знаю чем говорит откуда не знаю что ему дар дам говорить о другом расширпровать а бывает сам предложение такое предложение такое то есть это надо так понимать что этот язык просто никто никогда не слышал даже понятия не иметь что даже одного слова не изучаю а почему этим языком теперь пётр оправдывается когда пришел и у корния заговорили он взял с собой шесть человек и они все это видят вдруг заговорили язычники так еще бог принял я не мог препятствовать крещение я преподал им крещение хотя крещение должно быть после всего но бог изменил порядок он не мог крестить и и потом он защищался и они получили такой же дар то есть язычники даже показать дар у меня есть ты евреи почему тебя бог принимает не потому что абрам был а потому что это новая эра наступила дары божия мы искуплены кровью он намыл нас а дары даются тому кто упрощенный мне льготы закрущённых пришли когда я был реабилитирован и мне могут выбить и зубы ставить бесплатно даже а до этого не было потому что реабилитации не было это на книжечку пришел здесь к стоматологу ты книжечку дает там фотография все но ведь в очередь становись там на 8 лет бесплатно я говорю не надо с этими корешками доживу но мне нужен документ ехать бесплатно я показываю а и я сейчас могу поехать кенисберг калининград раз в году но уже сколько это было 4 26 лет я мог ездить я ни разу не поехал бесплатный билет льгота а какая вот эта бумажка я реабилитация политических жертв мне документ дали а им документ говорения на языках ты запомни это и завтра опять будешь спрашивать он не поймешь это дар и так проявляется видимым образом но дар говорить на на языке который никогда не училась же тоже да почему вы вот отрицает молись ты у тебя где нет там она сказала когда с пятидесятниками обещал если бы им говорить вот что дар договорили чтобы мы языки я когда говорю ты в этом клюешь носом я объяснял минимум десять раз уже как это получите математики пятый раз объяснял на сам понял о чем говорю то есть то есть то есть языки языки который господь дает в третьей главе иные языки это языки которые ближайшие окружения и не слышали говорящих на их языках на их на речи да то есть эти языки были известны они слышали он говорит это они знают они ведомые языки это может быть какой-то китайский или японский да может быть и так далекие очень такой никого не стоит он не ведом и никто не может а если были китайские здесь вы видимо дан был другой чтобы ну понятно что разъяснял а китай сможет просто язык и именно разъясняет верующие ему нужно было показать на сбок принял принял да да ну то есть моя поста защищался петр когда отличие моего упрекали свои непонятностей для тех ну что кизыщиков для евреев кого-то не знали этих языков да это был документ мандат с которым они войдут в богу так а вы что-то про ангельский сейчас заикнулись то чё так вы сказали даже и вот мои люди понимали что ангельский язык а вот то есть неведомые понятно ясно но протестанты наверно написано хлеб ангельский вот здесь точно такое же удар по нему поэтому подарок еще недельку на стойное всякого листину положите тя богородицу пресно блаженную и пренепорочную и мать и бога нашего честнейшую херобин и славнейшую без сомнения серафим без искления бога сковородшую сущую богородицу тя величайна ты умеешь молиться своими словами помолись богу поблагодарила вот здесь все стой молись я вначале его словами потом своими боже милости будем не грешно создание господи помилуй меня без числа я согрешила господи помилуй прости меня благодарю господи тебя что ты привел меня сюда благодарю за все слава богу в конце договорись сюда аминь аминь все во славу божьем все спасти христос закрывайте закройте